Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья! С вами сегодня Горшкова Дарья и Ревякин Дмитрий. И мы сегодня постараемся ответить на ваши вопросы, которые вы присылаете в соцсетях, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе. И вторая часть нашей передачи будет заключаться в том, что мы постараемся рассказать о ваших картинах, которые вы также нам высылали, и указать на ошибки и хорошие моменты в этих картинах. То есть наша передача такой несет формат и разбита на две части. Первая – это вопросы-ответы, а вторая – это обсуждение ваших картин. Ну, начнем. Начнем. Так, значит, первый вопрос задает Лилия. Для грунтовки холста использовала акриловую строительную грунтовку с истекшим сроком годности, 2012 год. После двух слоев грунтовки мой холст остался шершавым. Норма ли это? Просто на моей памяти все холсты в магазинах такие гладенькие и блестящие. Понятно. В общем, я не рекомендую вообще использовать просроченные какие-то материалы, потому что, ну, представьте, вы покупаете в магазине селедку просроченную и начинаете есть. То же самое и в живописи. То есть, что потом будет после этого, как поведет себя материал, совершенно непонятно и неизвестно. Тем более, что касается грунта. Грунт – это очень важная составляющая холста, и поэтому нужно, конечно, внимательнее к этому относиться. Насчет шершавости, то некоторые холсты, они имеют шершавость все-таки. И тут зависит от того, как это повлияет на кисти на ваши. Дело в том, что если очень гладкая поверхность, то кисть будет, ну, как пластмасса, знаете, будет краска немножко трудно наноситься. А если слишком шершавая, то есть такой вариант износ кисти, и ваши кисти просто будут обтачиваться, как и наждачную бумагу. Поэтому лучше, конечно, средний вариант, чтобы они были не слишком гладкие, не как стекло, и не такие шершавые. Ну, вот, в принципе, наверное, так. Спасибо. Так, следующий вопрос задает Джелена. Что делать с изогнувшимися холстами на картоне фирмы Малевич? С другими такого не происходило. Если под пресс, так они сырые, а потом, полагаю, поздно будет. Спасибо. Угу, фирма Малевич. Я, к сожалению, не пользовался этой фирмой, не знаю, как ведут себя эти холсты. Но, действительно, я видел такие дефекты, когда холст на картоне начинает изменять форму, и, скорее всего, это влияет на него влагой или какая-то окружающая среда. Что бы я мог порекомендовать? Попробуйте намочить холст просто рукой с тыльной стороны, вот саму картонку, вот эту саму фанеру, картонку. Вот. И все-таки положить, когда он будет сухой, если он еще не сухой, под пресс, пусть он высохнет. На самом же деле, не рекомендую больше покупать эти холсты. И попробуйте, может быть, сами изготовить вот на картоне, холст на картоне. То есть это... У меня даже есть видео, как это делается. Там просто холст накладывается на картон, и дальше также обрабатывается, как холст на подрамнике. И получаются очень даже качественные такие вещи. Качественные холсты. Ну, так что там дальше, Дарья? Так, дальше Елена спрашивает. Если холст плохо проклеен, что делать с ним, если грунт прошел насквозь? Снимать или стирать? Так, если плохо проклеен, ну, я думаю, снимать или стирать. И снимать, и стирать. Наверное, вот вы сами и ответили на вопрос. То есть, если грунт проходит насквозь через поры нитей, это означает одно. Что он не остался на лицевой части, и он не будет задерживать красочный слой. Соответственно, краска будет пропитываться и, возможно, проходить через вот эти поры нитей. Что в дальнейшем приведет к пожуханию цвета, и цвет станет не такой яркий. Конечно же, на таком холсте писать лучше не писать. Лучше действительно снять. Постирали с порошком его хорошенько. И все заново обработали, проклеили, прогрунтовали. Лучше не рисковать. Ну, в принципе, Елена задавала вопрос. Вот, она и ответила уже на этот вопрос сама. Так, что у нас тут? А, Светлана. Как понять, сколько нужно масла при разбавлении красок? Какая густота краски должна быть, когда нанесешь ее на холст? О, ну, это скорее индивидуальный вопрос, потому что все зависит от той работы, которую вы проделываете. В каждой работе нужна своя густота. Ну, допустим, мы пишем мастихином, там вообще масла не нужно. Там фактически накладывается без масла. Если же вы пишете подмалевок, то допустимо даже потеки, как в акварели. Все зависит, ну, как бы это очень индивидуально. Это надо рассматривать вашу конкретную картину, ваш пример и обсуждать именно эту работу. Ну, если отвечать на ваш вопрос, вопрос там как был? Как понять, сколько нужно масла при разбавлении красок? Как понять, сколько нужно масла? Вы поймете в ходе практики, практической деятельности. Вот как вы набьете руку, вы уже будете понимать, сколько масла нужно при таком или другом мазке. Если, ну, так вот в среднем она должна не течь, как в акварели, и не должна по-сухому так вязко накладываться. То есть должна легко накладываться. Вот, в принципе. Ну, приходит с опытом. Да, приходит с опытом. Понятно. Так, Ирина задает вопрос. Как вы относитесь к творчеству Казимира Малевича, и в чем смысл картины «Черного квадрата»? Малевич уже сегодня два раза звучит. То холсты им называют, то спрашивают, как я отношусь к творчеству. Ну, я скажу так, что Казимир Малевич был отличный художник. Он прошел хорошую школу, он умел рисовать, то есть есть такие бытует мнение, что вот он какой-то квадрат нарисовал и все, да? Нет, он умел академически грамотно рисовать, изображать, и то есть он был великолепный художник. Что касается его трудов, вот с квадратом с этим, вот здесь я его еще раз похвалю. Ну, сама картина это ни о чем, то есть этот квадрат это такая, вот Дарья смеется, наверное, она согласится, то есть это ребенок может сделать. Но рекламный ход, который он преподнес, это великолепный рекламный ход. Он прославился, и до сих пор идут споры. Это сделано было скорее ради рекламы. Но и изучая творчество Малевича, я могу сказать, что его работы, он большой вклад внес в композиционную, в композицию, расширил композицию. У нас даже дома строились по каким-то идеям Малевича. То есть вот эти все композиционные квадратики, прямоугольнички и так далее, они так грамотно расположены, что очень интересно смотрится. Их даже использовали на заводах, фарфоровые изделия делали вот с таким украшением. Обои также вот в комнате делали вот по таким его разработкам. То есть он огромный вклад на самом деле внес. Но отвечая про черный квадрат, тут, конечно, сказать мне нечего. Это рекламный ход. Он хороший такой пиарщик был. Сколько там осталось всего вопросов? Четыре вопроса. От Сергея. Следующий. Подскажите, какие фирмы холстов покупать? Фирмы холстов покупать. Так. Я знаю, что вы делаете холсты. Да, я делаю холсты. У меня хорошие холсты, да, действительно. Вот. У меня можно заказать. Но если уже говорить о фирмах, то я бы сказал мастер-класс, наверное, потом калибри. Ну, опять же, даже в мастер-классовских я могу лично найти дефекты. Фактически в любом холсте я могу найти дефекты. Но в зависимости, понимаете, дефекты есть очень сильные, которые повлияют на живопись 100%. А есть незначительные, которые не так уж и важны. Может быть, какие-то неудобства художнику причиняют во время творчества. Но в целом нормальные. О дефектах, кстати, о холстах у меня был недавно видеоролик снят. Можно посмотреть в ютубе или на моем сайте, картина.ру. Там я перечислил дефекты холстов. Ну, что сказать. Этот мастер-классовский холст и калибри, наверное. Конечно, всякие итальянские холсты, там, Германия, хорошие холсты, которые в рулонах продаются, загрунтованные, потом натягиваются. Там единственное, что сама натяжка будет, возможно, слабенькая. А так они все хорошие. То есть, все зарубежные холсты, которые делаются с границей, они, скорее всего, более хорошего качества. Смотрите по цене еще. Чем дороже, тем, скорее всего, холст лучше. Спасибо. Итак, удача, спрашиваю. Удача – это имя. Что делать, если куплен холст, он был упакован в пленку, оказалось, что с одного угла немного морщит. Как исправить, перетянуть? Что сделать? Ну, да, вот зачастую я вижу, что в магазинах продаются холсты, которые обтянуты пленкой для защиты. Скорее, это уже такая норма, и это во всех холстах есть. Но, как говорила удача, пришла домой, открыла эту пленочку, сняла, и там оказалось по углам, вот обычно, бывают какие-то бугорки, какие-то дефекты. Что с этим делать? Да, в принципе, ничего вы не сделаете. Натянуть, перетянуть вы его не сможете грамотно. То есть, все равно там будут дефекты. Пишите на таком, но тут особо ничего не посоветуешь, потому что исправить это почти невозможно. Вы, конечно, можете попробовать снять скобы, попробовать натянуть сильнее, но не факт, что где-то складка в другом месте тогда образуется. Поэтому лучше пишите тогда на таком. Попробуйте, может быть, колышками забить. Вот там по углам подрамников есть колышки. Вот их забивайте, когда они расширяют холст, и холст сильнее натягивается. Но если это не поможет, то ничего тут не поделаешь. А так, будьте внимательнее и осматривайте лучше холсты, так придирчиво присматривайтесь к холстам. Потому что, на самом деле, я все чаще замечаю, что в магазинах холсты в 80% с дефектами, с какими-то. Спасибо. Екатерина спрашивает. Дмитрий, у меня проблемы с написанием прямых линий. Что вы посоветуете? Спасибо. Я бы так пошутил, взять линейку. Но если... Смотря для чего вам это нужно. Если взять какую-то архитектурную постройку, архитектурный рисунок, то можно действительно взять линейку и нарисовать. Если вам нужно делать набросок от руки и вам нужно какие-то такие продолговатые длинные линии делать, прямые, то здесь только поможет практика. Больше ничего. Рисование с натур. Вот Дарья пробовала рисовать гипсовый шар, куб, вот эти все вещи. Ей знакомо, что сначала неудобно держать карандаш, длинную линию трудно провести по бумаге. Какие там неудобства еще. Она коротенькими заходит. Либо такими овальными. Это все только с практикой. Вот я знаю, что у Дарьи потом начало все-таки получаться. Два-три занятия уже начало получаться. Поэтому рисуйте больше, стройте. Это называется построение линейное. Изображение карандашом. Вот только при практике у вас будут навыки и, соответственно, знания, умения, навыки, которые вам помогут в этой проблеме. Спасибо. Так, ну и последний вопрос на сегодня задает Людмила. Грутую холст акрилом по диагонали. Это правильно? По диагонали. То есть, имеется в виду, если холст... Вот так, да? Да. Вот так. Да. Нет, это неправильно. Это... В общем, тут надо посмотреть. В холсте бывают главные нити. Главные и второстепенные. Бывают двунитка и там одинаковые нити. А бывают главные нити и второстепенные. То есть, они все равно накладываются вот так, решеточкой, эти нити. Но главная нить, она немножечко потолще. Вот если есть такая вещь, как главные нити, то значит, нужно вдоль этой главной нити грунтовать холст. Да и проклеивать тоже. Но обычно проклеивают и грунтуют крестом. То есть, штрихи либо так, либо вертикально. Либо горизонтально, либо вертикально. По диагонали вообще никто никогда не делает. Не надо этих экспериментов. Это, конечно, незначительно. То есть, вы можете и так делать. Это не особо-то. Но важно. Например, вот я скажу. Если у вас гладкая живопись, допустим, голландских или фламандских методов живописи, то там лисировочное письмо и нити холста, они просвечиваются. Не просвечиваются, а структура нити и чувствуется видна. И при нанесении лисировочными слоями краски, вы тогда увидите вот эти мазки диагональные, которые, ну, ни к чему совершенно. То есть, холст должен быть ровненький, нить параллельно подрамнику. Это надо соблюдать. К ним надо бережно относиться, если это не живопись мастихийным. И, соответственно, и грунтовать, и проклеивать крестообразным путем, не диагональным. Ну, все, это все. Ну, все, не все. Тогда мы переходим... Как второе. Да, у нас первое видео такое, первый раз такую передачу снимаем, что мы решили разбить на две части. Просто очень много вопросов поступает, а еще больше присылаются фотографии, да. И вот Дарья, я не знаю, как мы поступим, я думаю, что Дарья будет рассказывать свое мнение полупрофессионала, но, скажем так, у нее хороший вкус. И она будет рассказывать свое мнение о картине, а я буду с точки зрения профессионала уточнять детали и указывать на ошибки. То есть, мы разделим на два мнения. Но они, скорее всего, в унисон будут, потому что у меня тоже хороший вкус. Отлично. Все, друзья, переходим ко второй части. Давайте. Ты начнешь. Так, ну что, у нас первая картина. Ну, что можно про нее сказать? Очень позитивная, яркая, наполненная цветами... Цветами лета, да? Да. Оттенками лета, такая сочность. Ну, вот, кстати говоря, я знаю этого художника, точнее, не тот, кто делал эту картину, а художника, который в оригинале писал эту картину, и он довольно-таки известный. Ну, вот, на мой взгляд, что бы я сделал? Я вот сейчас немножечко об ошибках расскажу. Какие тут ошибки? Даже несмотря на то, что эту картину, эта картина писалась по мотивам художника, вот я, к сожалению, не помню его имя, фамилию, но вот этот парусник по центру композиционному можно было переместить немножечко в правый куда-нибудь уголок, даже несмотря на то, что вы там делали копию, потому что я сейчас вижу формат картины более квадратный. Мне кажется, она была более вытянута, прямоугольной формы, и, возможно, в той работе этот парусник был уместен. А сейчас же мы видим окошечко, вот такое окно, и в этом окошечке вот этот парусник, то есть композиционный центр немножечко неудачно выбран. Но я соглашусь с тобой, что вот такая вот красивая, солнечная, яркая картина, где бы ты ее повесила? Как ты думаешь, где бы ее можно было повесить? Ну, вообще, не знаю, смотря... Смотря какой интерьер, наверное, да? Такой морской где-нибудь. Морской пейзаж такой. Свет. Да, это зависит, скорее всего, наверное, от интерьера, от места, какие там предметы, быта и обои, и вообще освещение. Тут, конечно, много факторов, которые могут повлиять. Ну, ладно, в целом удачная работа, да? В целом, можно сказать, охарактеризовать, что человеку удалось... Стравилось. Да, с задачей сделать копию такую. Хорошо. Хорошо. Так, следующая работа. Вот, вон, какая подпись, видите, Кожевникова. Друзья, вот, кстати, про подписи сразу оговорюсь. Подпись должна быть скромная, маленькая, не делайте их огромными такими. Лучше их сделать так вот поскромнее. Что-нибудь скажешь про эту работу? Ну что? Что больше всего нравится? Вот мне горы нравятся. Ну да, горы, конечно. Вот если отдельно взять картину, да, вот так вот отдельно взять ее, то... Горы, конечно, горы. Такие величественные, очень хорошо показана метель. Вот тут. Вот это, кстати, еще не факт, что метель. Это может быть какая-то дымка, туман. Да, да, да. Ну, какое-то образование. Хорошо. А вот я сейчас скажу, что мне нравятся еще. Горы, мне рельеф гор нравится, и нравится небо. Вот этот кусочек, посмотрите, как желтое пятно. Да, свет такой разнообразный. Вот это красочно довольно-таки. Вот. И что же плохо? Вот посмотрите, вот такое красочное такое небо разноцветное, очень хорошее, причем гладкая живопись. И рядом со всем этим вот эта синева, однотонная синева, вся картина в одном колорите решается. В цвете вот такого ультрамарина, ФЦ краски, вот все однотонное такое. Вот это, конечно, не очень хорошо. Можно было разнообразить цветом. Вот мостик тут, конечно, есть, но не хватает. Может быть, свет надо было делать вот здесь, под мостом, более теплыми цветовыми какими-то решениями. Возможно, вот здесь можно было добавлять свет в белило, кадмий красный, светлый, желтый, красный, чтобы... Да, да, да. Да, да, ну есть, да, кусочек. Ну, еще более... Я знаю, что у начинающих это частая проблема, проблема того, что они свет представляют как белило, просто разбеливают. А свет, он теплый, и, соответственно, тень холодная, она должна быть как раз голубая. Тут получается все в тени, а свет решается через белую краску. Вот это нужно было вбелиловать и добавлять больше теплых. Она тогда бы заиграла сразу. Ну и домик, допустим, домик слишком маленький, мне кажется, и он можно было бы как-то поаккуратнее, почетче. Я думаю, что если вы прислали эту картину, эту фотографию нам, то вы ждете именно замечаний, и, получив замечание, возможно, вы исправите. Кстати, друзья, сразу скажу, что в альбоме ВКонтакте сделан альбом новый, где отбираются самые хорошие работы. Вот мы с Дарьей обсуждаем эти работы, отбираем самые хорошие, и, возможно, исходя из этих работ, мы выберем еще самые лучшие, да, и сделаем какие-то грамоты, либо дипломы от нашей студии вот самым лучшим работам, которые сделаны по нашим мастер-классам. Потому что вот эта гора по моему мастер-классу, по вебинару была. Я не знаю, ты была ведущая, да? Я, по-моему, была. Вот поэтому, или нет? Вела ты это, или я один там проводил, я тоже не помню. Ну ладно, не столь важно. В общем, друзья, вы присылайте работу, мы будем отбирать, смотреть. Следующая фотография. Вот такая. Такая фотография, я немножечко ее сейчас увеличу, но, как ты думаешь... Деревенские домики, да, такие? Да, деревенский сельский пейзаж. Да. Может быть, даже дачный такой. Это более, может быть, современный. Но это с натурой, или что это? Я так понимаю. Ну, я, честно сказать, вот сейчас я затрудняюсь сказать, с натурой ли это или нет, и затрудняюсь, потому что качество фотографии немножечко размыто. Ну да. Вот. Тут вроде бы цвета и приближенные к натуре, и есть что-то от фотоаппарата. Не знаю. Трудно так сказать сразу. Но это более профессионально сделана работа, видно, да, что... Вот. Линейная перспектива вот нас соблюдается. Видите, как идет в центр композиции. Центр композиции где-то здесь, как я понял. То есть сюда притягивает взгляд зрителя. Да. Вот. И по цветам неплохой колорит. Конечно, если рассматривать эту работу вот такими замечаниями, не хватает, возможно, контраста тонового на переднем плане. То есть сделать что-то темнее, светлее, ярче вот передний план. А вот, допустим, вот такую желтизну, наоборот, можно немного подубрать, чтобы все ушло назад. Сейчас это немного одинаково решается. То есть нет выделения переднего плана и дальнего. На фоне этом небо значительно лучше написано. Оно имеет уходящую вдаль такую перспективу воздушную. Мы видим у линии горизонта более теплые и светлые тона. Вверху более холодные и темные. И есть такая цветотоновая растяжка, которая позволяет видеть зрителю вот эту уходящую вдаль воздушную перспективу. С правой стороны здесь можно было бы немножко добавить темных каких-то пятен. И вот ствол дерева, допустим, выделить вот этот тоже потемнее. То есть все должно быть в таком ключе. Вот это дерево контрастнее, темнее, светлее. Это более тусклое. Это еще, это еще тускнее. И на этом и строится воздушная перспектива. Да. Ну, а вот тут идет просто переход такой. Но в целом она все равно хороша. И видно, что человек выставлялся на выставке даже, да? Она висит где-то. Удачная тоже работа. Следующую. Так, как листать? Не листается почему-то. Может, еще? Да, да. Корабль. Ну, помню я этот корабль. Ты проводила в качестве ведущей, да? Я проводила и писала потом еще. А, ты же его писала сама. Да, да. Вот. Ну, мне нравится небо. И волны. Классный вот этот переход. Отсюда, сюда. Вот этот свет. Да. И здесь вот эта синева. Есть вот этот переход. Ну, я скажу опять-таки по воздушной перспективе, по переходам. Почему-то зачастую все решается однотипно. Вот не должно быть ни в море, ни в небе, ни в поле, нигде однотонности. Вот здесь мы должны сделать темнее и светлее. Тогда эти волны переднего плана действительно выйдут на передний план. А здесь, может быть, и так и оставить все, вот как есть. То есть, вот сама волна может быть красиво идет. Вот этот изгиб идет хорошо. Да, вот различные вот эти изгибы идут. Вот сама структура волны красивая, но нету тона и нету цвета. Все одинаково. То есть, по цвету, что здесь, что здесь, одинаково решается. Это плохо. Сам кораблик можно было, вот если сам корабль вот здесь... В таком стиле вы были, в другом. Декоративном. Да, декоративном. Ну да, да, решается. Вот кораблик, может быть, он хорош, а вот паруса я бы тоже разнообразил по тону. То есть, где-то темнее, где-то светлее. Хотя вот сам вот этот парус, он и вроде как выгнут, да, хорошо смотрится. Есть детализация. Ну, не хватает немножко свет. Если такое яркое солнце, то здесь могут быть желтые такие блики. И, соответственно, было бы намного ярче. Еще могу сказать, отметить, горы неплохо написаны. Может быть, немножечко можно бликов добавить желтеньких сюда от неба. Дальше что? Ну, вот ошибка тут есть, конечно. Я все умалчиваю о ней. Ошибка композиционная. Корабль плывет в левую сторону. Любой фотограф, любой человек скажет, что это... Здесь места ему плыть-то мало остается. Вот оно, остальное место. Его надо было развернуть, либо наоборот, уходящим туда, плывущим туда. Либо вот здесь картина должна быть более широкой, да, продолговатой. Сюда уходить. Тогда он будет правильно закомпонован. А здесь он как бы уплывает от солнышка. Ну, в принципе, можно такое делать, да. Можно и такое делать. Но желательно... Вот знаете, как в портрете. Человек, когда смотрит, да, если тебе рамочку вот такую сделать, вот, то твой взгляд направляется... Где больше. Где больше, да, холста. Вот. То же самое и здесь. Ну, все равно хорошая работка. Мне нравится по цвету. Тут есть такие интересные моменты. Так. Это снова. Снова этот же сюжет. Вот, кстати, по... Идет уже здесь по центру. Он более правильно расположен. Кораблик, да. Что-нибудь скажешь интересненькое? Ну, что я могу сказать. Необычно. Очень необычно. Нереалистично. Да, нереалистично. Такая интерпретация картины. Ну, вот, я тоже смотрю, первое в глаза бросается. Это не реалистичность, а такой, знаете, иллюстративный подход. То есть, яркие цвета, желтые, синие, вот эти яркие, насыщенные, и небо слишком синее. В принципе, здесь фактически те же ошибки, что и на предыдущей работе. Но я не знаю, уместно ли это повторять. Опять, море одинаковое. Волны, вот, может быть, и хорошо идут. Да, вот сюда они идут. Красивая структура волны. А что дальний план, что передний, он одинаковый. Мало выражен. Вот не хватает здесь темноты. И, может быть, пена, она светлее, ярче должна быть. Вот этот контраст, он приблизит передний план. Хотя горы, вот, интересно, тоже цветом подобраны. Так, ну, не будем зацикливаться тогда на этой работе. Приблизительно то же самое, что и на предыдущей работе. Ошибки приблизительно те же. Так, это пионы? Ты разбираешься в цветах. Это пионы? Да, вроде бы. Вроде бы, да, пионы. Это фрагментная живопись такая. Да, да. Увеличена. Вот я не знаю, это... Это картина или фрагмент? Да, это картина или фрагмент. Вот интересно бы знать. Вот, друзья, если у вас, если вы не будете лениться и подписывать под фотографией, какая картина, чем написана, каким материалом, что вы хотели в ней сказать, то нам было бы легче не догадываться, а мы бы уже знали, что хотел автор. Вот. Ну, я начну, наверное, пожалуй. Я скажу про вот эти листочки. Они довольно хорошо написаны. Именно такие необычные мазки. Вот такая фактурка интересная передана здесь. Насчет самого цветочка. Вот, опять же, даже невозможно понять, фрагмент ли это, либо это картина целая вот такая. Это очень важно. Ну, давайте мы его разберем все-таки немного. Если есть вот такие листочки, они имеют сейчас однообразие. Везде однообразие. Мы можем посмотреть, что вот на эти листочки, что на эти. Они везде одинаковые. А в цвете же и в тоне они должны быть различные. И вот, допустим, если взять вот этот цветок, он должен, вот, например, этого цветка, одного лепесточка, он должен уходить вот сюда. И здесь он должен быть темнее значительно. А от него должна быть растяжка вот сюда. И здесь он должен быть светлее. Вот, если бы так бы решался весь цветок, то тогда все эти лепесточки уходили бы вглубь туда. Да? Вот помнишь, ты рисовала карандашом, по-моему, горшок с цветами. Да, да, да. Да, я помню. Когда ты прорисовывала вот эти моментики, где листочек уходит туда, штрихом ты делала темнее, тут растяжечку выводила. Вот, я имею в виду вот такой подход, чтобы различная была тоновая такая растяжка. Ну, по цвету тут сказать трудно. Цвет вообще, общий колорит хорош, но если это фрагмент всей картины, то судить трудно этот кусочек. Следующую, да? Посмотрим. Так. По фотографии было написано. Видимо, да. Да. Летний такой. Не летний, это, наверное, осенний отдых. Осенний отдых, да. Я сначала летний, потому что посмотрел... Ну, да, да. Все летний. Катается, разуется. Потом посмотрел назад. Ох, ох, ох. Холодно, мне кажется. Да, да, даже холодно. Осенний вариант. Ну, что же. Я скажу, что здесь композиционно неудачно сделано композиционно. Смотрите, что получается. Центр композиции получается здесь. Но вот здесь много места. Может быть, вы хотели на фоне природы показать, но надо было вот этот весь кусочек подвинуть вот сюда. И, допустим, вот кепочка мужчины могла начинаться вот отсюда, сверху. И это было бы интереснее. Потому что внизу под лодкой можно было нарисовать отражение лодки самой, какие-то волны красивые. И вот это пятно, оно лучше композиционно смотрелось бы вот здесь. А не здесь. Слишком вниз всё смещено. Вот. Но зато я хочу вам сделать комплимент, как живописцу. Вот эта растяжечка небесная очень хороша. Небо решено и идеально. Вот этот дальний фон очень хороший. И здесь есть уже, в отличие от предыдущих картин, мы видим переходы такие, что здесь гладкая такая поверхность. Да, это двое. Что напоминает нам о воздушной перспективе. И вот здесь волны вот такие какие-то блестят. Тут переходы. Вот это всё интересно. Но, скорее всего, человек, наверное, по фотографии с лесом. Ну да, просто по фотографии, поэтому... Может быть, борты, вот эти тут рефлексы от реки должны быть на бортах. Зачастую фотоаппарат не улавливает вот этих нюансов всяких. А если бы мы видели в натуре это всё, то там большое разнообразие цвета, тона, чего не берёт фотоаппарат. Но что тут? Переделать уже нельзя переделывать. Оставлять надо так. Но вот на будущее композиционно, по центру композиции смотрите внимательнее. Потому что такие вот ошибочки появляются. Не хватает здесь чего-то. Либо здесь надо было лодку. Вот дорисуйте здесь лодку с рыбаком. Вот здесь он сидит, рыбак. Вот здесь лодочка поменьше. А вот сюда удочки идут. Там три удочки, допустим. Вот это будет уже интереснее. А вот там где-то вдали проходик. И оживление. Вот это зигзагообразное пойдёт тогда композиционно. Это будет интересно смотреться. Так, ну ещё несколько работ. И, наверное, на сегодня мы закончим. И сделаем в следующем выпуске наш обзор. Что скажешь? Сказочный перенаж. Он такой. Как будто. Видимо, какой-то. Да. Особенно вот здесь напоминает каких-то там, не знаю, хоббитов. А передний план, наоборот, дачный такой. Ну да. Нет, может, бывает таким. Но мы видим, что это более профессиональная работа. Сразу бросается в глаза. Тут уж и говорить нечего. Видим, как решается хорошо небо. Дарья сказала, что вот здесь немного декоративности и сказочности есть. Я полностью согласен. Вот это небо, оно такое разбито облаками, вот этими переходами от одного светлого к тёмному. И решается довольно-таки декоративно. Вот цвет очень хорош. Свет тоже очень хороший вот здесь. Я не знаю, может быть, это так сфотографировано. Я бы, если бы в натуре посмотреть, вживую бы на эту работу, не знаю, как она выглядит. Но по мне вот сейчас немного белил, перебор идёт вот здесь. Можно было опять-таки цветом решать. То есть, да, тёплые цвета. Но вот этот участочек очень хорош. Это прям великолепная сделанная работа вот здесь. Да и передний план по тону, он хорош. Тут спора никакого нет. И всё так гармонично. Цветовая палитра, колорит. Всё уместно. Композиционно красиво всё построено. Мы видим вот здесь тёмное пятно. Вот оно идёт. И вот здесь дополняет в равновесие вот это пятно. Вот такое. И центр композиции вот здесь находится. Что, конечно, очень интересно. Тут здесь и обсуждать-то нечего. Потому что видно, что хорошая работа, да? Ну, давай ещё посмотрим, как мы... О, это, по-моему, мастер-класса. Это не ты, Вилар. Не, не я. Это давно, по-моему, было. Да. Вот они потёки. Это мы делали либо акварельный подмалёк, либо маслом подмалёк с потёками. Мы, кстати, тоже с тобой проводили такой вебинар, по-моему, да? Да, по-моему, было, да, с акварельным. Ну, вот здесь я бы хотел указать на... Сначала давайте какие хорошие качества я расскажу, а потом нехорошие. В общем, что здесь хорошо решено? Задний фон очень хорош, интересно, решается. Возможно, яблочки. Вот чуть-чуть бы их дописать, и было бы вообще классно. Что плохо? Ну, во-первых, вот такие вещи не надо делать. Это слишком светлое пятно, и как будто кувшин засветился от чего-то магического. Да? Вот лучше этого не делать. Если есть тут растяжка от света к темноте, то она должна быть более плавная. Вот здесь нету перехода. Она должна быть отсюда, и вот здесь только помаленечку заканчиваться. И то плавный переход. Я посоветовал бы автору этой работы попробовать начертить 20 квадратиков по сантиметру, и карандашиком обычно заштриховать их от тёмного к светлому, уменьшая нажим на карандаш. И количество штрихов, чтобы была такая тоновая растяжка. По цвету что можно сказать? Слишком много белого, белил вот здесь, всё-таки решается зачастую белым, либо белым, либо тёмным. А цвет вы упускаете. Запомните, друзья, что свет, он тёплый. Его можно решать свет именно красками тёплыми. А тень, она холодная. Ну, в аудитории иногда бывает по-другому, но всё же. И посмотрим листочки. Вот они сейчас, хотя и разноцветные, это очень хорошо. Вот много автора пытался найти разных в зелени, в одинаковой зелени разных оттенков тона, да, тёплых каких-то ещё. Но по тону они фактически все одинаковые. Что вот здесь цветок, вот листочек, что здесь, что здесь, они почти одинаковые. Перспективы. Да, вот нужно как-то учитывать это и сделать, может быть, вот такие, уходящим, да, видишь, как уходит он на задний план. Вот, ну, в принципе, вот такие ошибки, самые основные, мы перечислили. Вот опять же, здесь свет, и здесь он такой же, этот свет. Два одинаковых света. Не может быть такого. Передний план он светлее, этот потемнее. Вы должны помнить об этом и изображать в соответствии с воздушной перспективой, перспективой даже в натюрморте использовать это всё. Рамка хорошая, которая подходит сюда. Ну, последняя, да? Так. Что скажешь, девочки натюрморты? Девочки натюрморты. Ну, такой весенний, да. Светлый, очень. Розовенькие цвета. Я всегда говорю, что это девочки на цветах. Можно было бы куда-нибудь в спальню повесить, да, к девушке. Такая, вся такая фифа. И натюрморты, натюрмортик у неё такой, да? Да. К тебе не подходят такие работы, нет? Нет, поддам на мою обсталовку нет. Под комнату, под комнату, да? Да, да. Ну что? Так, ну, я скажу сейчас буквально несколько слов. Композиционно очень хорошо расположены предметы. То есть, есть ваза, есть вот эти цветочки. Вот здесь стаканчик хорошо добавляет. И вот здесь. И плотность внизу очень даже грамотно написано. Так увеличивает массу как бы натюрморта внизу. Вот эта драпировка красиво идёт. Дальше. По цвету великолепно. Пусть это девочки, пусть это будет без резких каких-то тёмных таких передач, насыщенных. Но это хорошо. Это хорошо сделано. Теперь по ошибкам. Но я вижу здесь одну только ошибку. Это то, что все вот эти цветы, перечисления, одинаковые. По цвету и по тону. Они все одинаковые. Можно было сделать больше вот здесь, допустим, синей краски. Такой, как на заднем фоне. И этот цветок бы ушёл назад. В отличие вот от этого. Сейчас они почти одинаковые. Они спорят. Вот единственное пятно вот это жёлтенькое выделяет вот этот цветок. Но если бы вот этот развернуть и так же сделать, одно и то же получается. Поэтому вот такие части. Вот раз, два, может быть вот этот третий. Можно было списать, это называется, приблизить к тому фону. То есть их сделать более, может быть, по тону приближёнными к фону, к задней драпировке. Чуть-чуть можно было бы здесь подчеркнуть стаканчик потемнее, чтобы он ещё больше вышел сюда. Но в принципе он нормально. Вот где-то вот здесь под складочком чуть-чуть подчеркнуть, чтобы драпировка вот эта вышла на передний план. А вот эта так и пусть бы осталась, и она ушла бы назад. Может быть, рефлексик какой-то на стекло от этой драпировки ушёл бы сюда. В целом, хорошая работа. Не хватает опять, как всегда, не хватает небольших детализаций, небольших нюансиков, которые вывели бы её на очень хороший уровень. Вот, друзья, ну что, я думаю, что на этом всё. Мы с Дарьей, я думаю, продолжим в дальнейшем обсуждать ваши работы. И мы планируем, наверное, я не знаю, как по времени у нас будет совпадать, но где-то раз в неделю, может быть, будет получаться. Я надеюсь, что будет получаться раз в неделю делать такой выпуск и рекомендовать вам, какие материалы можно использовать в живописи масляными красками и указывать на ошибки и достоинства ваших работ, которые вы присылаете в группу в нашу ВКонтакте, в студии Леонардо. С вами была Гошкова Дарья и Ревякин Дмитрий. До новых встреч, друзья. Пока.